Так пишут, забирайте Украину в тех территориях, которая существовала на момент 1654 года. Я так понимаю, про Переяславскую Раду идет речь, когда Богдан Хмельницкий гетманскую Украину отдал под защиту, под власть московского царя. Проведите, пишут, декоммунизацию полностью, то есть остальное отдайте России. Я не очень понимаю, почему 1654 год вы считаете, как начало взаимоотношений наших государств, а не допустим 1147, когда киевский князь Юрий Долгорукий основал на болотах город Москва. Да, знаете, такой князь киевский Юрий Долгорукий, похоронен в Киеве и поныне там находится. А знал такой город, ну сейчас мало кому известный в мире, Москва. Про декоммунизацию вообще довольно странно слышать, понимаете. Дело в том, что в состав Советского Союза, то есть СССР, Украина входила, Украина была одним из государств, соучредителей СССР, если вы не в курсе. Да, в 1922 году, в декабре месяце был создан СССР, в который вошла Украинская Советская Социалистическая Республика, да, потом Беларусь, Российская и Закавказская. Так вот, Украинская Республика, советско-социалистическая, она была вовсе не размером с Гетманскую Украину, да, потому что, вот смотрите, у нас недавно в январе, сколько было, значит, получается уже 20, 105 лет со дня Соборности. Вы знаете, что такое День Соборности в Украине? Это когда объединились, после развала Российской империи, объединились Украинская Народная Республика и Западная, Западно-Украинская, не помню даже, как, ЗНР и УНР. То есть, они объединились в 19-м году, в 1919 году. В УНР входила там Харьковская вот эта губерния, там все, вне зависимости они объявили еще в 18-м году. В 17-м были, по-моему, они как в федеративных отношениях с российским государством РФСР или что там было в тот момент. Да, ну, я про что говорю, что Россия, Советский Союз, он всячески подчеркивал, что он никакого не имеет отношения к Российской империи. То есть, то государство прекратило свое существование, Российская империя, там же казнили в Ипатьевском подвале всю семью Николая II, включая с ним самим. Да, какие-то договоры там, по-моему, были, соблюдались, повторно были подписаны или просто подтвердили их правомерность. А так, большевики, весь мир насилия мы разрушим до основания. То есть, это же, по-моему, вся фишка большевиков была тем, что мы не имеем никакого отношения к договорам Российской империи, никакого отношения не имеем к долгам Российской империи. Литвинов там, по-моему, нам в школе, я помню, нам говорили, вот смотрите, какой был Литвинов молодец, он отнекался от того, что что это мы вам должны платить за царские долги, мы не имеем никакого отношения к царю, к Российской империи. Да вы нам еще сами должны за то, что вы там Антанты там разрушили на нашей территории какие-то. Ну, по крайней мере, когда я в Советском Союзе учился, нам именно такие вещи рассказывали. Так вот, в состав Советского Союза, который образовывали 4 государства, Украина же входила в ООН там в 1947, когда там ООН была организована, в 1947, по-моему, году. То есть, Украина была отдельным государством, которое входило в ООН, не в составе Советского Союза, так же, как и Беларусь, как отдельное государство входило в состав ООН, не в составе Советского Союза. Вы можете посмотреть государства, учредители ООН, Организации Объединенных Наций. Там отдельно идет Украина, отдельно идет Беларусь, отдельно идет СССР. То есть, ну давайте, если вы что-то про демокоммунизацию говорите, так говорите про ту территорию, которая была в каком территориальном составе входила Украина в СССР. Да, потому что УНР и ЗНР, вот этот День Соборности, сама по себе Украина, она организовалась там уже после распада Российской империи, там в 17-м, 18-м, 19-м, а Советский Союз был создан только в 22-м году. И там совсем не те территории, которые вегетманской Украине, правда? Там же, да, все же про Чехово, наверное, помнят, да, я родился в небольшом украинском городке Таганроге. И, по-моему, карта, которая была заявлена украинская на 17-й год, она там до Северного Кавказа заходила, и там была и Курск, и Воронеж даже, по-моему, Белгород, так точно. Так что, ребята, я как бы не особо на вашем месте, Крыма не было, да, это правда, Крыма не было. Ну, опять же, я же говорю, ребятки, дело в том, что есть совершенно конкретное государство, Российская Федерация, созданное в 91-м году. Есть государство Украины. Эти государства между собой подписывали договор о границах, подписывали большой договор. Нарушитель этого договора сейчас Российская Федерация. Ну, я особо по этому поводу не парюсь, потому как, по-моему, глубокому убеждению Российской Федерации существовать осталось совершенно недолго, и там уже будем с правоприемниками Российской Федерации, там, с осколками этой недоимперии разбираться, где, как, и чьи территории, какие, Таганроги, какие, Кубани, да. И, как, я, когда, я в 14-м году воевал, у меня хлопец в параллельном подразделении с Запорожья, как раз, города, вот сейчас, вот, рядышком. Так он мне говорит, я говорю, у меня мама русская, он говорит, откуда, ну, Ставрополь, а откуда? Шпаковское, село Шпаковское, ну, говорит, тоже, российское название Шпаковское, ну, в общем-то, так оно и есть. То есть, совершенно украинские села, украинские там какие-то, не буду даже об этом сейчас говорить, то, в общем, понятно, да, и какую идею я хочу донести. Вы уж как-то либо крестик, либо тросы, потому что, то есть, давайте считать с 1654 года, ну, в принципе, можете и считать, Ну, почему не с того момента, как и князь Киевский Юрий Долгорукий оставал Москву? Или с 22-го года, когда Украина вместе с Российской Федерацией, с РСФСР и Белоруссией из-за Кавказска создали СССР? Ну, в общем, понятная идея, да? Не парьтесь, все будет Украина.